С января до конца февраля в Среднем Поволжье обычно устойчивые морозы. На асфальтобетонных заводах в это время профилактические работы. Но в этом году оттепели следуют одна за другой. Аномальное потепление разрушило тысячи метров дорог. Городские службы устраняют последствия капризов природы. Для того, чтобы обеспечить безопасность движения, мобилизированы силами муниципального предательства благоустройства. В каждом районе создана аварийная бригада, которая осуществляет подсыпку в образовавшихся ям, либо холодным асфальтобетонным, либо асфальтобетонным гранулятом, крошкой. Асфальтовые заводы возобновят работу раньше срока, чтобы ремонт дорог тоже шел с опережением обычного графика. Сейчас ежедневно специальные службы проводят мониторинг ситуации на дорогах. Особенно тех, которые подрядчики обязаны восстановить по гарантии. Водители раннему ремонту только рады. Ну да, погода нас порадовала, все разморозило. Хорошо хоть маленечко латают, помогают нам хоть маленько проездить. Невозможно ездить. Спасибо большое дорожникам. Бригады рабочих выезжают по адресам, где наиболее опасны участки дорог. Список определяют и надзорные органы, и сами граждане. В первую очередь холодным асфальтом восстанавливают дорожные повреждения на улицах, где проходят маршруты общественного транспорта, и участках с максимальным разрушением дорожного полотна. Общая площадь восстановительных работ уже превысила 20 тысяч квадратных метров. Заделаем все по пути, то есть каждую яму заделаем по госту, не по госту, то есть грубо говоря, потому что каждая маленькая яма в какой-то веке становится большой. На этот год в Самаре запланированы масштабные работы. В планах привести в порядок 75 тысяч метров дорог. В первую очередь это коснется улиц Антонова-Овсеенко, Ульяновская, Земица, Красноармейская, Максима Горького. Требования к подрядчикам еще с прошлого года ужесточили. Гарантийный срок увеличился до пяти лет. Именно такую задачу по дальнейшему обслуживанию перед ремонтниками ставят областные и городские власти. Марина Кравцова, Мария Анна Мирная, Максим Гусев. События.